Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике. В студии Ольга Пырочкина и сегодня выпуски. Финишный рывок. В Доме правительства прошел совет по стратегическому развитию. Комплексное решение. На коллегии Министерства природы обсудили ключевые вопросы реализации национального проекта. Заинтересовать и увлечь в столицу Чуваши открылся фестиваль детской книги. Строительство и ремонт дорог обсудили сегодня члены Совета по стратегическому развитию. Что предстоит сделать в рамках национального проекта? Об этом Дмитрий Ковалев. Сезон дорожных работ подошел к финишу. Большинство объектов проходят приемку. Крайний срок 30 ноября. В этом году в республике отремонтировали порядка 100 километров. В первоочередном порядке трассы, где чаще всего происходит ДТП. Объем выполненных работ составляет 1,219,50%. Объем оплаченных работ 1,113,000. Отремонтировано 88 километров дорог. Построено наружного освещения 24 километра или 89%. Дороги становятся безопасными, но должна улучшаться и культура вождения. С лихачами в республике намерены бороться с помощью современных систем видеофиксации. Их сеть постоянно расширяется. Еще одна проблема – нагрузка на трассы. Отслеживать вес и габариты машин с этого года начнут и специализированные комплексы. Сейчас техника работает в тестовом режиме. От того, что какая машина проехала с ее госномером, уже направляется информация в САФАП на автоматическое рабочее место оператора. Где он конкретно видит, машина прошла с перевесом или с допустимыми нормами. Если машина же прошла в свою очередь с перевесом, то уже специалист казенного учреждения вместе с сотрудниками ГИБДД выписывает уже штраф. Глава региона отметил, что сегодня необходимо готовиться к дорожным работам следующего года. Заключать контракты заказчики уже могут по новым правилам. Новый механизм внедряется по принципам контракта жизненного цикла. Это тоже очень важно. Нужно внести изменения в нормативную правовую базу. В ближайшие годы на ремонт дорог только в республике направят более 20 миллиардов рублей. На благоустройство, на строительство, на капитальный ремонт, на освещение тех населенных пунктов, где еще не сделали. Не за горами зима. Глава региона поставил задачу в сжатые сроки провести торги и выбрать подрядчиков для уборки трасс от снега. Чтобы не было провала в работе. Плановый срок заключения контрактов 16 декабря. Для дорожников начинается сезон повышенной готовности к работе. На этой неделе метеорологи прогнозируют минусовую температуру и гололед. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков. Республика. Серьезная авария с пятью автомобилями и троллейбусом произошла сегодня в Чебоксарху дома МОД. Грузовик с марийскими номерами ехал по московскому мосту в направлении Мегамола. Когда загорелся красный свет, он не остановился и смял четыре стоящих впереди автомобиля. Также пострадал троллейбус. Как рассказал сотрудник МГБДД сам, водители большегруза у него отказали тормоза. Что предстоит проверить экспертом. Он ехал из Мариэл в Сыктывкар с полным кузовом капусты. Удивительно, оно обошлось без пострадавших. Последствия аварии устранили оперативно. ДТП произошло в 13.45, а к 15 часам проезд был свободным. Сегодня в России вспоминают жертв политических репрессий. Массовый террор в отношении так называемых врагов народа и изменников Родины развернулся в 30-х годах прошлого века. По разным сведениям, количество физически уничтоженных от 4 до 6 миллионов человек. И еще больше тех, чьей жизни исковеркала система. В архивах Чувашии хранится множество документальных свидетельств того, насколько безжалостной была власть по отношению к людям. Политические статьи шили даже тем, кто не умел толком читать и писать, не то что вести антисоветскую пропаганду. Нередкими были случаи, когда с помощью доноса сводили счеты с неприятным соседом или строгим начальником. Тех, кого система сочла преступниками, расстреливали без особого следствия и суда отправляли в лагеря. Лишением подвергались и члены их семей. Закон о реабилитации жертв политических репрессий это предусматривает. Пострадавшими от политических репрессий признаются дети, супруг или супруга лиц, умерших в местах лишения свободы, либо расстрелянных. А подвергшимися политическим репрессиям являются лица, которые в несовершеннолетнем возрасте остались без попечения родителей, либо находились вместе с родителями, которые были подвергнуты политическим репрессиям в местах лишения свободы, в колониях, в ссылке и так далее. Сегодня в книге памяти жертв репрессий в Чувашии 12 тысяч имен. А вместе с пострадавшими и подвергшимися все 50 тысяч. Работа по реабилитации продолжается до сих пор, хотя, конечно, обращений становится все меньше и меньше. Тех, кто выжил в лагерях, уже не осталось, их родители и тем более, да и дети жертв репрессий уже в преклонном возрасте. Но жива память, которая, как известно, избавление от повторения ошибок. Елена Гальперина, Борис Андреев, Республика. Дороги частного сектора южного поселка в Чебоксарах сейчас ремонтируют. Так работает программа инициативного бюджетирования. Ремонт заказывали? В Чебоксарах набирают обороты благоустройства территории по заявкам. Это в шутку. А если всерьез, то речь идет о программе инициативного бюджетирования. Суть практики проста. Жители путем голосования решают, что и как они хотят обустроить. Оформляют соглашение на софинансирование работ. Протокол собрания с подписями направляют в администрацию района. Специалисты готовят проект. Именно так и поступили жители поселка Южный. Из 20 поданных заявок отобраны 18. В их числе ремонт дороги по улице Незами. 1120 квадратов в метр составляет от улицы Ашмалин до улицы Магнитского. Сметная стоимость 1,4 миллиона тысяч. Жители в рамках софинансирования заплатили 11%. Это 155 тысяч 400 рублей. 89% здесь городской бюджет. 11% бюджет софинансирования от жителей. 5 миллионов 158 тысяч рублей – общая стоимость капремонта частного сектора. Жители с готовностью принимают участие и контролируют ход реализации проекта. По их просьбам обновили асфальт на дороге. Также на четырех улицах положили асфальтовую крошку. На улице Кокеля в Альгешево покрыли асфальтобетоном 700 квадратных метров дороги. Мечты сбываются, если делать самим шаг навстречу, считает Валентина Ильина. Улица-то она очень протяженностью большая. Это самая, можно сказать, центральная улица. Улица носит имя такого величайшего поэта азербайджанского, да, поэта Низами. И, вы знаете, здесь часто проводятся различные мероприятия. Ну, понятно, что этот кусочек сейчас, да, благоустроенный, красивый. Но ведь мы тоже дальше ходим. Нас там много жителей. Это кусочек такой асфальта, ну, вы знаете, коротенький. Поэтому такое желание. Свои предложения по вопросам реализации программы нужно отправлять в отделы ЖКХ и благоустройства администрации районов и городов. Наталья Мальчикова, Республика. Программа переселения из аварийного жилья – еще одна федеральная программа, действующая в нашей республике. Шумерлинцы столкнулись с обратной стороной медали. Жители ветхих домов давно уже живут в новых квартирах. А вот сами старые дома стоят до сих пор. Речь об этом зашла на совещании у главы Чуваши. Сделайте в разрезе муниципальных образований после переселения, где дома еще не снесены. Их тоже у нас хватает. Сколько у Шумерли? Это вообще ситуация очень плохая. В Шумерли сносу подлежали 105 аварийных домов, в которых проживало 468 семей. На сегодняшний день все семьи переселены в новые многоквартирные дома. А дома, конечно, остались. То есть мы должны были это все снести. Но из-за отсутствия денежных средств проблема остается. То есть это проблема не одного дня. Снесены только 17 домов. Остальные пустующие создают неприглядную картину разрухи и портят облик города. Органы власти, конечно, ищут пути решения сложившейся ситуации. Заключаются договоры с физическими лицами. Зачастую это сами шумерлинцы. И ветхие дома разбираются ими безвозмездно для собственных нужд. Такие объекты создают еще и угрозу безопасности. Некрасиво. И боимся мы не только, что некрасиво, а дети зайдут. Он же может развалиться. До беды недолго. Пугает больше всего то, что такие дома, которые на расселение пошли, они чаще всего сгорают, они разбираются. Вот это больше всего пугает. Рядом, тут, вблизи, дома, машины, как бы люди живут. Завершить снос домов планируют к концу 2021 года. Понятно, что освободившиеся земельные участки дорогого стоят. Все же это черта города. Мэрия планирует передать часть их в собственность многодетным семьям. На других участках, где позволят технические условия, будут построены многоквартирные жилые дома. Напомним, что срок действия программы расселения из ветхого жилья продлен до 2025 года. За это время в Шумерле планируется расселить еще четыре аварийных дома. Алексей Зотиков, Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. Очистные для ливневых стоков городов Чебоксара и Новочебоксарска построят в рамках нацпроекта «Экология» до 2024 года. Об этом рассказали сегодня на заседании коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии. Об этом и других темах Юлия Важенина. Тема первая. Создаваться с тем обращения с твердыми коммунальными отходами в республике начали одними из первых. Появился новый полигон, где ведется первичная сортировка. Вот только по мнению специалистов он не решает вопрос комплексно. Надо двигаться дальше, развивать переработку отсортированных коммунальных отходов для того, чтобы повторно их использовать. Во многих странах уже существуют специальные производства. У нас тоже нужно запускать эту систему стимулирования. По оценкам многих экспертов, почему не занимаются? Потому что продукция, которая получена из вторсырья, она дороже, чем та, которая получена из первичного сырья. Но, чтобы продукция была конкурессивно способна, нужно просто создать специальные условия. И тогда это будет интересным предпринимателям. Еще одна тема – отсутствие современных очистных сооружений негативно сказывается на качестве воды. Чтобы исправить ситуацию, разрабатываются мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги». В рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» с 19 по 24 год запланировано строительство 13 очистных сооружений. Из 13 очистных сооружений здесь – это очистные сооружения по очистке поверхностных стоящих водоксов с территории города Чапасада и Ночапасада. Также будет проведено строительство биологических сооружений этого Волга, поселок распланировано строительства в городе Ряда и Моиспасадском районе. По итогам реализации мероприятия регионального проекта «Оздоровление Волги» с 19 по 24 год запланировано строительство 13 очистных сооружений. К 2024 году полностью должен решиться вопрос и с восстановлением лесов. У нас есть нацпроект «Экология», в рамках его есть федеральная программа сохранения лесов. Вот в целевых показателях этой федеральной программы леса должны быть восстановлены к 2024 году. То есть стопроцентное восстановление лесов и уже не должно быть территорий, не охваченных лесовосстановительными работами. Ежегодно осенью в нашей стране проходит всероссийская акция «Сохраним лес». Уже несколько лет на местах лесных пожаров 2010 года в районе поселка Северный в Заволжье массово сажают деревья. За это время расчистили горельники и восстановили леса на общей площади около 6 тысяч гектаров. Вообще в рамках нацпроекта «Экология» предстоит большой объем работы. В Чувашии создан хороший задел на будущее. Кстати, во многом благодаря Ивану Исаеву, который руководил ведомством с 2010 по 2015 годы. Юлия Важенина, Маргарита Мельникова, Валерий Резюков, Республика. Начало в федеральной программе оздоровления Волги уже положено. Для того, чтобы свести к минимуму вред, который человек десятилетиями наносил реке, в этом году заложено свыше 300 миллионов рублей. Проведены конкурсы, определены победители и приступили к работам по двум объектам. Это строительство очистных сооружений дождевых на территории Чепоксара. Это в районе залива они уже начали работы. И строительство конвенционного коллектора с очистными оружиями в поселке Вурнары. Это, кстати, тоже по нашей инициативе было включено реализация этого объекта в проект. Также сроки реализации 2020 год. Всего по проекту оздоровления Волги должно быть реализовано 12 объектов на территории Чувашской Республики. Смысл – это сократить объемы загрязненных стоков, которые поступают в реку Волга. Это смысл всего проекта оздоровления Волги. Молодые детские писатели и их юные читатели. Чтобы встретиться с теми, для кого пишут, в республику приехали набирающие популярность авторы из Москвы и Уфы. В Чувашии в Нясенях каникул открылся фестиваль детской книги. «Косой, дай мне накатку с медом посмотреть. Вчера спрятал свой видок. Не ты ли на него раскрыл роток?» Заинтересовать и увлечь с детьми по-другому никак. Современная детская литература должна соответствовать своему читателю. Кто-то говорит, что люди мало читают, но здесь вопрос не в этом. Надо просто интересно писать и надо писать так, чтобы они хотели это читать. Моя книга «Не оставляй, мама», которая у вас на чувашеском языке выходила. Люди, когда читают, больше начинают ценить своих родителей, ценить своих близких. И вот я много писем получал. Говорили, что после прочтения книги, например, взрослые люди усыновляли детей из детских домов. Приятно ведь, когда литература имеет воспитательные значения для людей. Книги башкирского писателя Айгиза Баймухаметова читают по всему миру. Повесть «Не оставляй, меня, мама» перевели более чем на 50 языков. В Башкортостане и Кыргызстане она входит в школьную программу. Главный герой повести круглая сирота Ильяс попадает в детский дом. Он сталкивается с жестокостью работников детдома и воспитанников. Адресована книга взрослым и подросткам. Для этой же аудитории свои произведения пишет Нина Дашевская. Она, как и Майя Лазаренская, на чувашской земле впервые. У нас сегодня собралась очень большая аудитория. Очень много школьников, несмотря на каникулы. Есть даже группы детского садика, которые тоже пришли на встречу с московскими писателями. Но это говорит о том, что любят дети все-таки книгу, любят читать. И более того, мы хотим, чтобы в фестивале приняли участие не только читатели и писатели, а все те, кто вообще приобщается к изданию книги. Сегодня встречи провели в разных библиотеках столицы Чуваши. Завтра авторы детской литературы отправятся к читателям в районы республики. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов. Республика. 17 ноября в Чувашском театре оперы и балета стартует 29-й международный оперный фестиваль. О том, что приготовили для зрителей в этом году, рассказали сегодня на пресс-конференции. 29-й международный оперный фестиваль посвятили русской опере. Он откроется премьерой. Дадут царскую невесту римского Корсакова. На постановку театр получил грант Минкультуры России. Эту оперу местные зрители не видели больше 10 лет. С тех пор, как постановку закрыли. Театралы говорят, спектакль обветшал. Мы не носим рубашки по 30 лет. Сейчас совершенно новое решение. Нас ждет новая постановка. И более современный, может быть, взгляд, попытка пробиться к сегодняшнему зрителю и слушателю. 19 ноября в этой же опере на сцену выйдут солисты Большого театра, Татарского театра оперы и балета имени Джалиля и Мринского театра. Певцов из Большого, а также Московского театра. Новую оперу имени Колобова. Зрители увидят в знаменитой опере Борис Годунов. 23 ноября. Полная афиша фестиваля на сайте театра. И эксклюзив. 29 ноября. Концерт тенора Южной Африки. У нас приглашенный солист. Особо хочу подчеркнуть. Тенора Южной Африки. Многие звонят, интересуются. Они поют на 10 языках. В том числе, наверное, будет и сюрприз. Может быть, на чувашском языке что-то они, может быть, и споют. В этом году также запланированы выездные концерты в район Республики. Завершится фестиваль 1 декабря грандиозным гала-концертом. Сразу после новостей в эфире программа «По существу». В эфире главный пристав Чувашии Анвар Закиров. А я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»